Музей советских игровых автоматов может порадовать каждого гостя. Наверняка из 40 видов машин мы найдем что-то близкое и родное. Здесь создавался как мечта, детская мечта получить себе автомат домой. У одного из создателей музея была такая мечта. И в 2006 году появилась возможность взять такой автомат себе домой, после чего появилась возможность взять еще один автомат. Постепенно начала образовываться некая коллекция. Которые абсолютно разные люди, начиная от бабушек с внуками, дедушек с внуками, внучками, заканчивая молодежью, какой-то определенный сегмент, кто бы приходил к нам, нету, приходят все. Для того, чтобы начать игру, нужно опустить в аппарат монеты, который выдают администраторы при покупке входного билета. Количество монет ограничено, поскольку их производство закончилось еще в Советском Союзе. Магистраль, морской бой, снайпер, баскетбол, репка, автомат с газировкой пользуются особой популярностью в музее. Но есть действительно редкие игровые автоматы, например, цирк. Суть игры заключается в том, чтобы вытолкнуть шарик на игровое поле и, пользуясь джойстиками, набить наибольшее количество очков. С детства я особо не помню, такие автоматы с детства, но антураж и аура Советского Союза, Советского детства, она переполняет абсолютно. Хочется туда, если честно. Если бы сейчас ребенок попал сюда из того времени, он бы никак не смогут отличиться однозначно. Начинают автоматы с водой, когда находятся, встречают, и вычатся от всего горячего, мигающего. В этих автоматах я думаю, что антураж идентичный тому, что было в те времена. На достигнутом руководство не останавливается. Поскольку популярность в музее набирает обороты, площади будут увеличивать. Появятся новые игровые автоматы. Также будет организована зона, где посетители смогут смотреть фильмы и играть в настольный теннис. Екатерина Кудрявцева, Артем Казаков, Город Плюс.